Приветствую всех зрителей! В сегодняшнем ролике мы продолжаем обзор на линейку Glaser. В сегодняшнем обзоре у нас будет Butterfly Glaser. Без цифр, без букв. В теории, жесткость губки обычного Glaser должна составлять 38 градусов. Напоминаю, обычный Glaser позиционируется как бюджетная версия обычного Dignix 0.5. Напоминаю, что у обычного Dignix 0.5 жесткость губки составляет 40 градусов. Мы будем сравнивать обычный Glaser с Glaser 0.9 на основании Viscaria. Специально оставил обрезок от Glaser 0.9C, чтобы посмотреть по жесткости, посмотреть по эластичности и по упругости. Сравнить две эти накладки, чтобы они были наклеены не на основании, чтобы при набивании, а именно прям на ощупь. У линейки Tennergy жесткость губки составляет 36 градусов, у Glaser 38 градусов. Есть подозрения, учитывая тот фактор, что Glaser обычный стоит даже дешевле, чем Tennergy. Возможно, у любителей линейку Tennergy это может чуть подубить. Поскольку, если по характеристикам это будет не похоже на Dignix 0.5, которым очень сложно, по моему мнению, играть. И нужен некий навык, некая тренированность, чтобы играть Dignix 0.9. А если Glaser будет играть чуть легче, он будет создавать чуть меньше вращения, чуть меньше скорость. Соответственно, эта накладка должна быть очень сильно похожа на Tennergy 19, Tennergy 0.5 и подобное. Но с более лучшим зацепом. Губка у нас такого же графитового цвета. Вот такой вот топшит. Он немного даже матовый, не глянцевый на ощупь. Но я не скажу, что она прям очень сильно у нас мягкая. На ощупь я бы не сказал, что Glaser 0.9 жестче, чем Glaser обычный. Возможно, губка чуть-чуть у Glaser мягче. Но за счет того, что у обычного Glaser верхний слой не такой эластичный, он пожестче, именно верхний слой у Glaser обычного жестче, чем у Glaser 0.9. То ощущения первоначальные, я бы не сказал, что Glaser 0.9 жестче, чем Glaser обычный. И опираясь на те выводы, которые мы сделали в предыдущем обзоре, кто не посмотрел предыдущий обзор, можете посмотреть по ссылке, которая вот только что выскочила в одном из верхних углов. За счет эластичного топшита на Glaser 0.9 очень хорошо можно было делать в навесную дугу. Именно когда мы прокручивали одним топшитом. Здесь, учитывая тот фактор, что топшит у нас жестче, скорее всего, дугу можно будет вырисовать не за счет топшита, а за счет губки. То есть нужно будет прям прорабатывать через губку, тогда она будет хорошо играть. Поэтому разница этих двух накладок в первую очередь будет за счет исполнения той самой дуги. То есть на Glaser можно будет делать дугу за счет того, что мы погружать мячик будем в губку. На Glaser 0.9 дугу высокую мы делаем за счет топшита. Накладка на ракетке. Как я и предполагал, когда я только ее распечатал, что по ощущению, что топшит у Glaser обычного жестче, чем у Glaser 0.9. И за счет этого при обычном набивании создается ощущение, что вообще накладка сама по себе ощущается жестче, чем Glaser 0.9. Вы давно увидите. Во-первых, по первому ощущению. Во-вторых, при плоской игре, при обычном набивании ощущается, что Glaser обычный, он будет побыстрее, он будет повеселее, чем Glaser 0.9. Это в принципе не сюрприз, поскольку та же самая была разница между Dignex 0.9 и Dignex 0.5. Пока что у нас вот эта тенденция сохраняется. По зацепу видим, что мяч не сваливается, мяч четенько зацепляется, мяч вылетает. Все здесь отлично. Переходим к короткой игре. Короткая игра у этой накладки похуже, чем у Glaser 0.9. И такой есть момент на этой накладке. Я сейчас на короткой игре сильно не продавливаю, и мячик очень плохо чувствуется. Возможно, это плохое ощущение как раз таки и связано с жестким топшитом, про который я говорил при распечатке. То есть жесткий топшит, не сильно жесткая губка, и получается, что он как бы до доски как таковой сильно и не доходит. Поэтому никакой информации в руку мне не идет. При накате справа чувствуется у накладки очень быстрая скорость. То есть мяч там не засиживается, он сразу же быстро вылетает. Дуга у этой накладки поменьше, чем у Glaser 0.9. Ну и она меньше, чем у тех же самых Tennergy. То есть она больше, я считаю, что подойдет, вот прям для плоско, наверное, игры. То есть прям чуть-чуть поддавил, и мяч очень хороший, скоростью вылетает. Но при накате, при плоском ударе он в накладке не засиживается. Для сравнения, Glaser 0.9C. Думаю, даже на видео видно, как мяч чуть дольше засиживается в накладке. Больше дуга, и короче расстояние, куда летит. То есть от Glaser 0.9 летит куда-то в эту точку, от обычного вот сюда. Да, поскольку у обычного Glaser мяч быстрее он выплевывает туда. То есть из-за этого, возможно, мне в руку информация никакая не поступает. То есть он прям моментально откуда. Бамс, бамс. К примеру, когда вот я играл, пробовал, играл Tennergy 19, Tennergy 0.5, те же самые. То есть там такого ощущения не было. То есть мяч даже при накате, даже при плоском ударе, он дольше сидит в накладке, дольше на ракетке сидит. И то есть дольше есть времени обработать именно мяч. Здесь такого времени нету. То есть это, по крайней мере, пока что на накате. Слева то же самое. Вот лично мне слева, я мяч слева этой накладкой чувствую еще хуже, чем при игре справа. То есть вообще, как будто я им не управляю. Это хорошо, что мяч мне летит вот сейчас в руку, и я смогу его обработать. Но эту накладку я уже попробовал пару дней. Ну, как пару дней. То есть где-то там по элементам поиграл, где-то что-то поделал. И могу сказать так, что в игровых моментах, лично опять же описываю свои ощущения, в игровых моментах все, что летело мне не в руку, я не мог это все обработать. То есть мячик я этой накладкой не чувствовал. То есть скорость у накладки есть, а вот какой-то управляемости лично мне не хватает. Поскольку мяч очень быстро вылетает из ракетки. Топ-спин справа. Когда делаю движение снизу, то же самое, думаю, вы на этом видео слышите, какой летит чпоньк. Также мяч быстро оттуда вылетает. Но ощущения мяча опять-таки нет. То есть для сравнения с Теннерджи 0.5, с Теннерджи 19, про которую на многих форумах писали, что эта накладка очень сильно похожа. Лично для меня это две колоссально абсолютно разные накладки. Поскольку у Теннерджи была такая своя фишечка, что топ-шит был у них более эластичный, более резиновый. И было ощущение, когда делаешь топ-спин, мяч вкручивается туда. И вот это вот ощущение задержки, оно на ракетке ощущалось. То есть ты можешь там обработать, там пошевельнуть на мяче. Так, ну слева. Вот слева за счет очень хорошего зацепа, то есть зацеп у него приличный, даже вот когда я делал в самом начале ролика вот такие вот очень обычные манипуляции для проверки зацепа. То есть зацеп у него солидный. И за счет одной кисти со своим движением у меня уже есть возможность его вот так вот цеплять. То есть это здесь мне нравится. То есть эту накладку, если смотреть вот по каким-то одним топ-спинам, и был бы выбор, куда бы я поставил бы обычный глайзер, направо или налево, то обычный глайзер пока что я поставил бы налево. То есть при кистевом топ-спине, то есть мяч за счет зацепа, слева более-менее еще как-то чувствуется. Но справа ощущения были прям нулевые. Так поделали мы самые базовые, самые простые упражнения, элементы. Короткая игра. На короткой игре мне эта накладка не понравилась. Не понравилась почему? Не понравилась прежде всего из-за того, что в слабых пробитиях я очень плохо чувствую мяч этой накладкой. Соответственно, если вот в ситуациях, когда мы сейчас играем, то есть когда мне летит, и я знаю, как играю, то есть мяч у нас никуда не завышается. Но если будет эта игровая ситуация, то при каких-то неловких движениях, где-то, если я буду не успевать, чуть сильнее буду ударять мяч, мяч бесконтрольно будет улетать. Бесконтрольно все потому, что я его не чувствую, чтобы как его управлять. На накате справа, на накате слева та же самая тенденция. То есть при слабых пробитиях мяч также очень слабо чувствуется. Была ситуация, когда я дал эту ракетку одному из любителей, и поиграв он буквально минуты 3-5, он сказал, Илья, такое ощущение, что мяч куда-то летит в пустоту. То есть мяч практически не чувствуется. Вот у меня вот этой накладкой то же самое ощущение. Отчего это ощущение? Я считаю, что прежде всего из-за того, что получилось так, что у нас верхний слой очень жесткий. Ну, как бы не сильно жесткий, но не эластичный получается. А губка у нас мягковата. И получается такая ситуация, что при слабых ударах у нас мяч из-за жесткого топшита не доходит до основания. Либо даже если и доходит, то он как туда, как в подушку. И информации никакую в руку, никакой вибрации у нас не идет. То есть я связываю это с этим. На топ спине справа, на топ спине слева. Эта накладка, если дают в руку, все летит солидно, все лечит хорошо. Вы на видео слышите, какой чапоник солидный. Дуга вроде бы есть. Мяч вылетает справа очень-очень быстро. Поэтому справа времени на обработку лично у меня не хватает. Слева, слева мне эта накладка понравилась больше. Верхний слой относительно зацепистый. То есть при коротком движении мяч никуда не упадает. И при игре слева, когда я играю вот таким углом, чуть-чуть я мяч начинаю чувствовать. То есть справа больше, когда я в мяч, мяч практически я не чувствую. Но хотя есть чапоник. А слева мяч чувствует чуть лучше эта накладка, чем справа. Ну та же самая ситуация, что и при топ-спинах. То есть мяч летит, чапоник есть. Вращение, судя по реакции, как отлетает мяч после блока, тоже вращение хорошее. Но мяч очень плохо чувствуется при топ-спине. То есть это вот та самая ситуация, опять-таки повторюсь, наверное. Что в игровых ситуациях, когда вам мячик будут куда-то неудобно давать. А я сталкивался с такими ситуациями. Когда ты плохо чувствуешь инвентарь, то при топ-спинах ты будешь пытаться его поднять. Потому что ощущения мяча нет. И вот это вот будет такое подбивание мяча. Вот слева поинтереснее. Что я вот обратил внимание, когда играл ей по обычному блоку, когда вот сейчас играю, слева как-то мяч чуть-чуть чувствуется. То есть он более управляемый, как по сравнению справа. То есть здесь можно и накрутить, вроде бы как бы накрутить и справа можно. Но по управляемости лично для меня, эта накладка слева, она ведет адекватнее. Но опять-таки вот она была та ситуация, когда я чуть-чуть опоздал на мяч. То есть вот и за счет задержки вытянуть его сложновато. То есть вот они ситуации. Сейчас специально буду запускать под стол. И вот задержки на этой накладке не хватает. Ой, вот это было. Нужно прям чуть ли не оттуда вместе с ногами вот так его вытягивать, поскольку задержку не сильно дает эта накладка. ПОДПИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 вот сейчас тоже самое и с бананом вот делаю разница между когда я делал глейзером 0 9 и вот этим глейзером обычным опять таки все сваливается в то что у обычного глейзера не хватает задержки мяча то есть даже вот все что я вот это попадал потому что первый вы наверняка помните я этот момент не вырежу делаю движение мяч у меня прям практически метр идет за столом то есть а потом уже начинаешь чуть корректировать опираясь уже на ощущение которое будет у обычного глейзера уже нормально но опять таки все сталкивается в то что при игре слева и вообще у это накладки чуть чуть не будет хватать вам задержки на обработку мяча вот ситуация опять то есть сейчас все что скручивал этой накладкой нужно будет вам не как вы привыкли но опять же это зависит от техники то есть этой накладкой контур топ спин слева справа нужно будет вам делать не за счет своего вращения создавать то есть вы мяч поймали на ракетку сделали а больше именно давить мяч то есть больше через плоское движение поскольку если вы будете пытаться сыграть через прокручивание прокрутить будет нет не будет возможности и мяч будет постоянно у вас улетать сваливаться в общем вы не будете управлять мячом вот эта ситуация чуть запустил и сразу нету времени чтобы его обработать нет то есть вот как-то в общем тяжело тяжело лично мне тяжело это жесть-жесть-жесть-жесть-жесть просто жесть а что а а и а и и и и и и а и и и Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok меня ситуация, во-первых, во-вторых, какой-то неудобный мяч, и вот этого как раз таки момента, чтобы я мяч обработал именно на ракетке, мне будет здесь не хватать. Уверен, что этот обзор был для тебя полезен, не забывай подписываться на соцсети, телеграм-канал, вконтакте, ссылочки я все оставил в описании, пока.